Здравствуйте, друзья, сегодня у нас короткий обзор телефона BQ-M1803, Dakar, собственно, вот его технические характеристики, стандарт GSM, дисплей 1.77, память 32 МБ, аккумулятор на 600 мАч, ну и так далее, поддерживает MP3 и так далее. Написано, что еще камера на 1.3, странно, вот Dakar, как видите, здесь нарисован на упаковочке наш КамАЗ. Собственно, куплен телефон за 750 рублей, и сегодня бы хотел сравнить его с телефоном, которым был куплен в 2008 году, конечно, он без задней крышечки, она потерял за это время, но давайте сравним, конечно, примерно та же ценовая категория, конечно, деньги меняются со временем, обесцениваются, но вот в районе 800 рублей стоил вот этот телефон в 2008 году. И, собственно, вот телефон BQ. Сразу же скажу, что когда я его видел, мне показался он, ну, как вам сказать, слишком китайским, дешевым, кнопочки нажимаются, знаете, здесь четко, то есть кнопка нажимается все четко, а здесь как будто кнопка гуляет, знаете, как будто там внизу палочка, знаете, как гриб вот растет, есть одна палочка, и сверху гуляет шляпка, вот здесь вот так же кнопочки гуляют, вот как будто шапочки, вот я нажимаю, допустим, видите, вон прогибается кнопка с другой стороны, вот, то есть ощущение, что вот-вот поломается телефон. Собственно, здесь две сим-карты, сейчас, кстати, открою, покажу вам, как сзади, сейчас секунду. Так, вот так выглядит сзади, вот тут камера на 1.3, но по идее, ну, по сути, это 0.3, то есть 1.3. Я не знаю, почему заявили, вот две сим-карты и SD-карточка, microSD, по-моему, я не помню, как уже называется. Собственно, зарядка microUSB, вот она шла в комплекте, вот, microUSB, что достаточно неплохо, вот, и наушники снизу тоже подсоединяются, вот здесь гарнитура, гарнитура не шла в комплекте, то есть ее не было. Кстати, здесь одна и та же батареечка и здесь вот на Nokia, да, и здесь вот копия просто, я посмотрел, вот один в один подходит и по форме и так далее. Ну, это, я бы сказал, даже плюс, то, что подходит и все достаточно неплохо. Значит, сверху фонарик, сейчас покажу, как он включается, вот так открывается антенка, и антенка, я не знаю для чего, может, для радио я не уточнял, а может, для связи, я так и не понял, честно скажу. Вот, собственно, почему-то менять надо дату постоянно, ну, ладно, дату я ставлю. Собственно, далее, меню вот такое вот, не скажу, что идеальное, кому-то может что-то напомнить. Кстати, давайте сразу же покажу камеру, вот так вот выглядит камера, ну, мне кажется, ну, никак на 1.3 не тянет, это максимум 0.3 мегапикселя, вот, ну, как приближение, вот, 1.6, естественно, цифровое приближение. Ладно, так, давайте из плюсов работает сразу же радио, то есть включаете, поиск каналов, сейчас хоть найдет, может, один канал, и, знаете, обычно радио включается после того, как подсоединить гарнитур, здесь такого нет, просто сразу же, вот, что-то он искал, и так ничего и не нашелось, а нет, нашелось. Ну, это плюс, на мой взгляд, то, что радио работает без гарнитуры и через динамик, вот, через вот этот, кстати, вот он динамик. Сейчас поддену крышечку обратно. Собственно, вот так выглядит с другой стороны, так, спереди, еще раз покажу, но ощущение вот-вот, что поломается, дешевизны, и вот меню зайду, допустим, сейчас, что еще можно показать, ну, давайте еще покажу аудио. Ну, тут он говорит, что не вставьте карточку, то есть даже нельзя ничего записать, он говорит постоянно ставьте карточку, вот, календарь, вот такой вот, радио показал, пудильник, вот здесь, потом профили, так, здесь управление сим-картами, сообщения, игра только одна, мультимедиа, вот камера, допустим, да, и чтобы, видите, чтобы начать записывать, он не собирается записывать на 32 метра, ему надо именно вставить карту, также то же самое и с остальным, с видео, назад, ну-ка, давайте попробуем диктофон, да, даже диктофон не работает, не знаю, то, что 32 метра вроде есть. Из игр, игра одна, новая игра, вот так вот выглядит, я уже, собственно, играю. Ну, хоть не тормозит вот этот плюс, что, по крайней мере, знаете, бывает нажмешь и он подвисает, тут такого нет, к счастью, даже есть интернет, список файлов, ну, нету карточки, поэтому нечего сказать. Так, сейчас, значит, если нажать два раза вверх, то вот так громкость, так, если два раза нажать, так, сейчас, если нажать, сейчас, нажимаю, так, нет, извините, нажимаю и держу, включается фонарик, вот он включился, я так еще плохо закрыл крышечку, и также он и выключается, нажимаю, держу вот на вот эту вот центральную кнопочку, и фонарик выключается. Так, налево нажимаем, новый смс, так, направо, значит, режимы, да, потом наверх, аудио, вниз, ну, плохо, на мой взгляд, почему-то я постоянно лично промахиваю, конечно, у меня пальцы такие кривые, я постоянно промахиваюсь, нажимаю не ту кнопку, интерфейс непонятный, ну, вот, допустим, контакты и так далее. Мне иногда промахиваюсь, то есть соскакивают, и кнопки не чувствуются, где какая кнопка, и нажимаю другую кнопку, тогда как в Nokia еще меньше, обратите внимание, еще меньше кнопочки, вот, но по ним никогда не промахивался, чтобы разблокировать, нажимаю раз, и кнопочку, вот, значит, и звездочку, естественно, как стандартно, да, но еще непонятно, он постоянно, вот сейчас быстро выключится, сейчас увидите, и, значит, я, и постоянно его разблокировать. Ну, Nokia как-то все равно, может быть, за это время я уже привык к вот этой Nokia, я уже не помню, 1204 или 1205, или как вот эта вот Nokia вообще, я не помню, как она, какой она марки, да, но очень популярная, достаточно тонкая, кстати, до сих пор тоньше, чем вот этот телефон, если вот мы сравним, видно, что вот он тоньше, конечно, без задней крышки, но все равно даже задней крышкой он тоньше. интерфейс лучше, быстрее работы, естественно, тут черно-белый экран, ничего нет, зато игр больше, будильник все привычнее, удобнее, скажу сразу же, думаю, что вот этот телефон, он поломается очень скоро, вот, то есть он такой толстенький, увесистый, продавливается вот экран, вот просто мизинцем нажимаю, вот, видно, да, наверное, вот чуть-чуть нажимаю, вот он уже продавливается, создает ощущение неприятности, такой дешевизны, промахиваюсь на кнопку, а вот, вот почему, нажал нечаянно FM, то есть представьте, вы нажимаете сбросить, а вместо сбросить включается радио, это, конечно, минус, непродуманно, как всегда, китайцы не продумают, и непонятно, кнопочка меню тоже маленькая вот такая, ее нажимать не всегда удобно, вот, собственно, игра одна, я ее показал, вот, собственно, и все, мультимедиа, ну, мультимедиа тоже показал, ничего особенного тут, такого нету, да, камеру показал, аудио, изображение, изображение, о, смотрите, китайцы даже загрузили какую-то заставку, да, вот это, ну, непонятно, что на ней изображено, какой-то памятник, собственно, друзья, что я хочу сказать, лучше купить Nokia, и, на мой взгляд, все-таки Nokia, знаете, ощущение того, что это все-таки телефон, что это что-то, сколько раз падал телефон, вы себе не представляете, за 2008 года, то есть сейчас за 8 лет, да, сейчас 2016, за 8 лет он падал в метро или на асфальт тысячи и тысячи раз, вот, я не знаю, видно ли, он весь в ссадинах, весь в скотцах, весь без задней крышки, но работает даже громкая связь, то есть все в порядке, выглядит он тоненький, прекрасно поэтому лежит в кармане, собственно, удобный, прекрасно работает фонарик, двое нажатий, ну, на мой взгляд, все-таки, смотрите, тут просто нажимаю вот раз, два раза просто, и он включается, очень просто, а тут как-то, вот, знаете, вот, допустим, я сейчас раз нажал, а, не работает, надо разблокировать его, так, вот, вот, вначале разблокирую, а потом уже, вот, сейчас я опять промахнулся, как это часто бывает на этом телефоне, вот, иногда вот сейчас несколько раз нажимал, вот, нажал, раз, два, три, и вот только с третьей секунды, и сравните с Nokia, вот, буквально за доли секунды, раз, два, все, он включился, так что, вот эти все цветные дисплеи, MP3-плееры, которыми, естественно, никто не будет пользоваться, FM-радио, которым тоже никто не пользуется, никому не нужны, нужен просто телефон-звонилка, ну, конечно, 750 рублей, это самый дешевый телефон, ну, конечно, есть, может, и за 500, да, ну, вот, как бы, из камеры, чтобы и радио было, и SD-карточка, и чтобы, там, две симки, ну, хотя две симки сейчас уже везде, но все же, все же, лучше, хочется, чтобы было меньше, но лучше, да, потому что, вот опять, что он сейчас включил, вот, фонарик выключил, меньше, но лучше, вот такой телефон, кстати, он до сих пор продается, где-то, там, за две тысячи его осталось мало, но, на мой взгляд, такие телефоны, ну, как бы, еще раз лучше, я, конечно, повторяюсь, но всегда приятно носить, во-первых, легенду в кармане, который до сих пор работает, очень приятный телефон, ко есть до сих пор, да, ну, а во-вторых, не совсем приятно найти, такая дешевизна китайская, плюс понимание и ощущение того, вот, вот он сломается, вот сейчас он упадет, у него разобьется, вот этот вот тоненький защитный, вот этот пластмассовый, как это, защитный экран, вот этот разобьется, и все. Вот такое вот мое мнение о новом телефоне, я быстренько рассказал, в коробке еще там инструкция и так далее, вот, чтобы было видно телефон, BQM-1803 Dakar, вот, тут даже Bluetooth есть, непонятно, зачем Bluetooth, ну, один год гарантии, да, ну, чиз, готу полмается.